Спасибо за предоставленную возможность и лаборатории Чебышева, и Петербургскому отопщиту поговорить на русском языке, чего я давно не делал. Поэтому, если что забыл, вы меня поправляете. Ну, читать к Саралине приветствую по-английски. Вообще, я хочу разочаровать, наверное, аудиторию, что я ничего нового про ПНП-проблемы не скажу, так что, если кто хочет услышать, что новое, может смело покинуть аудиторию. Вот. А недавно вышла книжка такая, Fort No, Golden Ticket. Она рассказывает про связи, ну, поскольку, опять же, решения нет, она рассказывает про связи ПНП-проблемы с разными областями математики. И в ней такая вот, в частности, такой тезис отражен, что в каком-то смысле психологически проблема ПНП сейчас стала еще труднее, чем была 40 лет назад. Поскольку 40 лет назад казалось вот-вот, и она будет решена. И вторая цитата из этой книги, что, ну, по-видимому, математика просто еще не готова для решения ПНП-проблемы. Но наиболее, что ли, адекватной областью, подходящей для решения ПНП-проблемы, является алгебраическая геометрия. И, собственно, сегодня, в основном, я буду, я сделаю обзор по сложности задач в алгебре, алгебраической геометрии. Ну, и, в частности, укажу место в этом ПНП-проблемы. Ну, вообще, вот, несколько словосложностей. Значит, мы будем, значит, когда рассматривают какие-то алгоритмы, конечно, разумно измерять сложности этих алгоритмов, и, собственно, чем мы будем заниматься. И важную, собственно, ключевую роль играет выбор языка, выбор языка алгоритмов. Ну, вот, у нас будет, там, на самом деле, три разных языка для алгоритмов в алгебре. Ну, и большую часть я посвящу то, что называется символьные вычисления. Символьные вычисления, они просто, ну, вот, по своей темологии, они имеют дело с символами. То есть, вход – это символ, промежуточные данные – символы, какие-то выражения от входных данных. Ну, и, соответственно, выходные данные – тоже какие-то выражения от символов. Дело в том, что, да, ну, и, значит, это вот будет символное вычисление, потом это в основном я буду говорить чуть-чуть, я скажу еще о двух языках. Это численные методы, а также нечто промежуточное между символами и численными – это вычисления с черными ящиками. Вообще, символьные методы, они очень удобны и в приложениях, потому что, ну, вот, скажем, если мы какую-то задачу решаем, которая, значит, поставлена как вычисление каких-то символьных выражений, то, конечно, удобнее иметь ответ символьный, а потом, если, ну, если нужно, подставлять какие-то численные данные. Так что, конечно, это очень удобно, и вот, собственно, сейчас вот проходит в эти дни как раз конференция в Институте Эйлера, как раз посвященная символьным вычислениям. Вообще, по своей даже этимологии слова, вот, алгоритмы алгебры, они очень близки. Они происходят, вот слово алгебра, слово алгоритм происходит от имени Аль-Хорезми, а алгебра происходит от имени его основного труда. И поначалу, собственно, алгебра, она и занималась символьными вычислениями, но как-то с тех пор ушла в абстрактные выси, но сейчас вот снова вернулась в связи с развитием сложности. Итак, значит, первое, я буду просто, поскольку делать обзор, я, значит, начну с, собственно, то, что лежит в основе вообще всех вычислений, это линейная алгебра. Вообще, линейная алгебра, более-менее все вычисления в алгебре и в дифференциальных уравнениях, они сводятся в конечном счете к линейной алгебре. Значит, итак, вот у нас дана матрица, скажем, А и Ж, и мы рассматриваем вот эти элементы как символы А и Ж. Ну, вот все знают там с университетского курса алгоритм Гаусса, который приводит А к канонической форме, но обычно такой, наверное, тапецевидный вид имеет. И из этой формы там можно извлечь, ну, всю информацию необходимую, там, например, базис пространства решений. И, ну, с другой стороны, алгоритм Гаусса можно рассматривать как такой древовидный символный алгоритм, который разветвляется в зависимости от того, что там какой-то обычный минор равен нулю или не равен нулю. И важный вопрос, вот то, чем мы будем заниматься, и вот в частности, как определяются там сложностные классы, это, ну, нужно измерять сложность уметь. Число операций, вот таких, поскольку у нас операции все символиные будут, именно число операций будет обычно называть алгебраической сложностью. И для алгоритма Гаусса это известно, что оно полиномиально от размера матрицы. Но, поскольку в конечном счете мы имеем, мы должны подставлять все-таки вместо элементов матриц какие-то там числа, то нужно также оценивать то, что называется битовую сложность. Вот, скажем, мы подставили какие-то числа, они имеют, каждое число имеет какой-то битовый размер, и дальше мы должны оценить, сколько мы битовых операций потратили на обработку всего этого алгоритма. И это называется битовой сложностью. То есть, иначе говоря, вот у нас какие-то происходят операции символиные, но мы должны, конечно, учитывать вот размер промежуточных данных. И если он не сильно растет, то хорошо, значит, у нас получается полиномиальный алгоритм. Так именно и происходит с алгоритмом Гаусса. Но тут, конечно, нужно быть чуть-чуть аккуратным, потому что если делать его неаккуратно, то промежуточные данные разрастутся, и сложность будет экспоненциальная. Значит, тем самым сложность будет рассматриваться как функция от размера входных данных. И в этом смысле говорят, что алгоритм там полиномиальный, экспоненциальный, там линейный, там и так далее. Значит, вот алгоритм Гаусса, вот он имеет полиномиальную сложность. Полиномиальная сложность, она рассматривается как первое приближение к тому, чтобы называть алгоритм эффективным. Вот то, что там входит в определение класса П, это и, собственно, есть, неформально говоря, это есть те задачи, сложность которых полиномиальна. Это класс П. Про класс МП я вообще, честно говоря, его определять не буду. Я сформулирую на ПНП проблему, честно, но на эквивалентном языке, без определения класса МП. Потому что это несколько ведет на сторону от основного контекста. Ну, несколько таких слов про историю. Вот сложности линейной алгебры. Вообще, вот в период с 69 по 86 год была такая бурная борьба за улучшение показателя в полиноми сложности алгоритма Гаусса. Ну, вот для алгоритма Гаусса это полтора, как легко видеть. Ну, потому что размер матрицы n на n – это n квадрат. А сложность алгоритма Гаусса n-куб, значит, получается экспонента полтора. Ну, и вот героическими усилиями в этот период действительно многих людей, причем людей выдающихся, там, начал это Штрассен, там, Пан, Шанхаги, вот все эти перечисленные люди, они довели это до 1 и 19. Ну, вот вопрос, насколько можно дальше к единице продвинуться. Ну, ниже единицы нельзя, понятно. Значит, во сколько можно единице, вот с 86 года вот пришел затор и движения нет больше. Следующая задача, о которой я расскажу, это разложение многочленов на множители, факторизация многочленов. Значит, и так, тоже такая классическая задача, вот у нас есть многочлен, скажем, с коэффициентом из поля f, и мы хотим его разложить на неприводимые множители. Значит, тоже изучалось, там, не знаю, может быть, со времен Ньютона, может быть, еще и раньше, там, Безу и Гаусс, Кронекер в части принимали. Ну, вот в книге Вандерварда на учебнике алгебры можно найти алгоритм Кронекера для разложения над полем рациональных чисел от одной переменной причем. Этот алгоритм Кронекера имеет экспоненциальную сложность. Ну, и когда началось вообще развитие сложности, был поставлен вопрос, можно ли делать быстрее, чем экспоненциально. Была длинная история. Между прочим, началась она в Санкт-Петербурге. Это неопубликованная работа Дмитрия Константиновича Фадеева и Александра Ивановича Скопина 59-го года, который, это был первый шаг в этом направлении, они разложили многоченд одной переменной над конечным полем. Неправильно я говорю, они предложили тест для распознавания неприводимости многоченд одной переменной над конечным полем. Это не был опубликован алгоритм, и позже он был переоткрыт Берликемпом, и он, собственно, сейчас носит название алгоритм Берликемпа. Рабин его чуть-чуть модифицировал, и алгоритм имеет, ну, торополемиальную сложность, и он теперь умеет разлагать многочлены на множители, но алгоритм вероятностный. Далее стал, ну, вообще, вот, это осталась тут такая гипотеза, можно ли алгоритм, то есть, можно ли действительно раскладывать многоченд одной переменной над конечным полем за полемиальное время. Вопрос о хорошей зависимости от характеристики П. Если характеристика П большая, то алгоритм работает, время его зависит от П, к сравнению. И, ну, это красивая, открытая проблема, ей довольно много, кстати, по-прежнему занимается. И основное такое общее мнение, что, да, это возможно, но в предположении там расширена гипотеза Риммана. Но пока даже это неизвестно. Теперь, если поле, вот это мы говорили о конечном поле, теперь, если поле рациональное, то первый такой прорыв был сделан в 1982 году братьями Ленстр и Ловасом. Они предложили алгоритм полемиальной сложности для разложения многочленов от одной переменной над рациональным полем. Но это от одной переменной. После этого мы с Чистовым обобщили, как только алгоритм появился, мы сразу его обобщили на много переменных. Причем коэффициенты можно брать как и рациональные, и алгебраическими полями, то есть алгебраическое замыкание рациональных. Также для конечного поля можно брать коэффициенты. Но тогда, конечно, алгоритм, сложность алгоритма зависит от П, поскольку он в конечном счете свой алгоритм Берликемпа. Вот что приятно отметить, что эти алгоритмы используют очень хорошую математику, и, собственно, вот тем, ну, одна из причин, почему мне нравится сложность. Следующая задача. Собственно, то, с чего начиналась алгебра, вот там, не знаю, в X веке, или, может быть, даже у древних греков, это решение системы уравнений. Значит, вот есть система уравнений, какие-то фиты, и вот мы хотим узнать, есть ли у нее решение, или как-то вообще даже описать решение, если их, может быть, не одно, или там даже бесконечно много. Мы будем, конечно, предполагать, что поле алгебраически замкнуто, поскольку для некоторых классов полей это проблема вообще, разрешимость уравнения, это неразрешимая алгоритмическая задача, благодаря 10-й проблеме, которая была доказана Юрием Владимировичем Матисевичем. И вот возникает вопрос, собственно, это вот, как вообще, что значит вообще решить систему уравнений? Ну, хорошо, если там одно уравнение, одно решение, или даже несколько, и там, может быть, их можно как-то вот просто перечислить, а если их бесконечно много, там целая кривая, скажем, что делать? Ну вот, тут есть разные языки, и сейчас я начну с языка Байдисов-Грёбнера, который такой очень мощный универсальный инструмент, и, ну, на его языке действительно можно, в том числе, описать, что значит решить систему уравнений. История этого Байдисов-Грёбнера тоже уходит в глубь веков. По-видимому, первый, кто предложил, это был Жанне, а может быть и раньше там Рекье, и даже в более общем контексте дифференциальных уравнений операторов, чем у этих, чем у многочленов. Потом, по-видимому, это понятие очень естественно было переоткрыто Риттом, Херонако в его работе по разрешению особенностей знаменитой. Ну и вот Грёбнер написал такой уже фундаментальный труд, и в 65-м году, и с тех пор это носит его имя. Ну, давайте кратенько определю, что значит Байдисов-Грёбнер, поскольку это действительно понятие фундаментальное. Значит, пусть у нас есть линейный порядок на целочисленных векторах, экспонент, который совместим со сложением. Ну, линейный означает, что любые два вектора сравнимы, а пол вполне упорядоченнее означает, что каждое семейство векторов имеет минимальный. Для каждого многочлена тем самым можно определить его ведущий относительно этого порядка маном. Ну, и обозначим вот, значит, идеал вот такими скобочками угловыми, идеал, порожденный многочленами. Определение. Значит, семейство многочленов образует Байдис-Грёбнер, если множество старших маномов этого идеала совпадает с идеалом, порожденным в связи с старшими маномами. То есть мы рассмотрим номиальный идеал, порожденный, и вот оказывается, что они совпадают. Тогда это называется Байдис-Грёбнер. Значение Байса-Грёбнера стоит в том, что легко реализовать в терминах Байса-Грёбнера деление с остатком. Вообще говоря, деление с остатком мы знаем, что оно для многочленов от одной переменной, а вот когда есть Байс-Грёбнера, можно разделить и многочлены от многих переменных. Вот, значит, можно взять многочлен F и разделить его с остатком относительно Байса-Грёбнера. И Байс-Грёбнер дает критерий. Если старший маном не лежит в идеале, порожденном, маномиальном идеале, порожденном старшим маномом из элементов Байса-Грёбнера, то сам элемент не лежит в идеале. А если лежит, то можно разделить с остатком. Вот, собственно, смысл Байса-Грёбнера. Значит, подход Байса-Грёбнера стоит в том, что строится Байс-Грёбнера для данного идеала. И он позволяет, в частности, отвечать на вопрос о разрешении системы уравнений. Последнее, то есть система уравнения разрешима, благодаря теореме о нулях, она состоит в следующем. Что система разрешима, как напоминаю на долгебреческом поле, тогда и только тогда, когда единица не принадлежит идеалу, порожденному этими многочленами. Значит, мы берем, строим Байс-Грёбнера и смотрим, есть ли там единица или нет. Если есть единица, все, решения нет. Если единицы нет, значит, решения есть. Это универсальный инструмент. Значит, Байс-Грёбнер имеет вообще много приложений. И Байс-Грёбнер позволяет отвечать не только на вопрос о разрешимости системы, а также на том, например, какова размерность многообразия решений. И есть такой очень классический алгоритм, принадлежащий Букбергеру для вычтения Байса-Грёбнера. Но, к сожалению, это причина, почему я стараюсь от них держаться подальше. Ну, это мое личное дело. Значит, потому что Байс-Грёбнера имеет сложность двойная экспонента. Это вот такой знаменитый был пример Майера-Мейера. Идеала, причем бинамиального идеала, очень простого идеала, казалось бы. У которого Байс-Грёбнера имеет заведомо сложность двойная экспонента. Поэтому ничего не сделаешь. Строить Байс-Грёбнера – это сложно. Но, с другой стороны, в практических вычислениях, вот как практика показывает экспериментально, алгоритм Букбергера работает хорошо. То есть, почти всегда он работает очень быстро. Это говорит о том, просто, что, по-видимому, пример Майера-Мейера, он такой нетипичный. Вообще, любопытно, что пример Майера-Мейера, хотя задача исталгебраическая, сама конструкция, она логическая. Она так использует такую диагональную конструкцию, очень такой красивый пример. С другой стороны, вот эта оценка двойная экспонента, она точная. И это было показано там в те же годы, там в 83-м году, там разными людьми, что вот двойная экспонента – это и снизу, и сверху точная оценка для Байс-Грёбнера. Ну, и возникает вот вопрос. Я вот говорил, что я Байс-Грёбнера так персонально, поэтому стараюсь от них держаться подальше. Ну, возникает вопрос, а как же все-таки представлять многообразие? Ну, и возникает вопрос о выборе языка. Вот какой язык выборется, алгебраический или геометрический? Дело в том, что Байс-Грёбнер – это такой алгебраический язык, он говорит про идеалы. Вот он говорит, вот имея Байс-Грёбнера, например, легко узнать, принадлежит ли элемент идеалу, как мы видели там, делением таким с остатком. А, ну, он имеет вот двойную экспоненту сложности. И поэтому мы ввели совсем другой язык, который геометрический, вот для решения систем уравнений. Вот сейчас я попытаюсь его писать. Значит, итак, вот основной объект, с которым мы будем иметь дело. Несколько слайдов. Вот у нас есть многочлены, значит, осматриваем многообразие его решений. И оно имеет, как известно, однозначное разложение на неприводимые компоненты. И вот наш алгоритм будет искать эти неприводимые компоненты. Если было у нас всего одно уравнение, тогда многообразие – это гиперповерхность. То есть, имеет его размерность единичку. И тогда его неприводимые компоненты, это, опять же, известно в алгоритмической геометрии, они тоже гиперповерхности. И, собственно, они находятся в взаимодозначительном ответствии с неприводимыми множителями многочлена F1. То есть, мы получаем, вот такой первый шаг, вот такой философский, это был очень для нас важный момент, хотя технически тут вроде бы все понятно, что решение системы уравнений для одного многочлена – это равносильность задачи факторизации. Ну, или иначе говоря, факторизация – это частный случай решения системы уравнений. И вот дальше от факторизации мы должны перейти к решению системы уравнений, вот, ну, как бы такой какой-то индукции. Ну, и, хорошо, теперь возникает вопрос, а как мы задаем алгоритмические неприводимые компоненты? Это делается как бы двумя разными способами, такими двойственными. Ну, первый способ – это вот вообще как задавать многообразие. Вот если у нас есть многообразие, можем задать какую-то систему там уравнений, так что вот ее решение, все решения системы уравнений совпадают с этим многообразием. Это вот один способ. Это как бы способ сверху, мы так как бы ограничиваем, так сжимаем многообразие. А вот двойственный способ – это вот с помощью общей точки. Это вот что такое, значит. Вот пусть многообразие, неприводимые многообразие, имеет размерность m. Тогда его поле, его поле функций на нем, f от в и, мы представляем в некотором специальном виде. А именно, мы задаем, значит, базис, то, что называется базис реццендентности, из координат, то есть те координаты, которые алгебраически независимы на нем, и еще один примитивный элемент тета, который, на самом деле, не что иное, как линейная комбинация остальных, ну, вообще всех координат. И для примитивного элемента, ну, мы задаем минимальный многочлен. Ну, и, собственно, алгоритм, вот выход алгоритма, он задает изоморфизм. Он задает изоморфизм, вот этот изоморфизм. Ну, что такое изоморфизм этот? Ну, значит, мы должны выразить все координаты. Собственно, в одну сторону он задан уже, вот иксы мы задали, тета это, собственно, какая-то линейная комбинация. А вот в другую сторону изоморфизм, то есть выражение остальных координат, ну, вот мы задаем как рациональные функции от того, что стоит справа, то есть от иксов и от тета. Вот это вот алгоритмический способ. Это, собственно, было основное, что было придумано. Алгоритмический такой способ, как задавать неприводимое многообразие. Ну, а дальше вот, значит, мы, как бы, строим, значит, строим вот это неприводимое, значит, вот неприводимые компоненты. И, значит, вот это, на самом деле, происходит некая там индукция, довольно сложный алгоритм. Но так или иначе для каждого многообразия неприводимого, для каждой неприводимой компоненты мы вот строим двойственные такие вот и уравнения для него какие-то, и вот и общую точку. Вообще, вот я еще не сказал, что такое НП полные задачи, я даже не буду это определять формально, но вот это вот, значит, трудные задачи. Вот через несколько слайдов я чуть-чуть об этом скажу. Вообще, задача решения системы уравнений, она НП трудная. То есть, если бы мы научились решать систему уравнений с полемиальной сложностью, это бы означало, что это равно НП, было бы решение проблем. Поэтому это, в общем, мало-мало правдоподобно. И, ну вот, собственно, вот поэтому мы все, что мы можем, это мы можем построить вот неприводимые компоненты и задать их, так как я сказал, вот двойственным способом, и извлечь из этого ту информацию, которая нужна. Ну, например, если многообразие состоит из конечного числа точек, мы их просто перечисляем. Если это там многообразие какое-то, имеет размерность положительную, например, кривая, мы можем указать сколько угодно точек нам нужно. Вот мы просто вот на этой кривой указываем какие-то точки. Вот массу такой информации мы можем, мы можем, например, ответить на вопрос, лежит ли одно многообразие в другом с помощью вот этого языка. То есть, это очень такой емкий язык. И вот теперь, значит, да, и вот я скажу сейчас о PNP-проблеме немножко, значит, но перед этим вот немножко два слова сложности. Если, вот возникает вопрос, что такое выход вот нашего алгоритма для решения систем уравнений? Вот мы говорили, что да, мы задаем многообразие, то есть вот его неприводимые компоненты. Если мы требуем, чтобы алгоритм выдавал неприводимые компоненты, мы не можем сделать лучше, чем вот время, которое, там, значит, экспоненциальное время, на самом деле, там, без степени. Но вопрос может быть так поставлен, что вот у нас есть система уравнений, и мы спрашиваем, имеет ли она решение? То есть, ответ один бит, да или нет? Тогда мы вообще ничего не можем сказать о нижней оценке какой-то сложности. И вполне возможно, что есть какой-то, ну, совершенно, не знаю, какой-то гениальный алгоритм, который вот мгновенно смотрит на систему и говорит, вот имеет ли она решение или нет, даже не выдавая решение. И вот в этом и есть трубность PNP-проблемы. Если бы такой алгоритм был, P было бы равно MP. Почему? Вот теперь я все-таки сформулирую, что такое PNP-проблема. P, вот P в этой части, это задача, которая решается в полинемиальное время. MP я, как я говорил, не буду определять. Но сейчас я скажу эквивалентную переформировку PNP-проблемы. Вот давайте рассмотрим следующую систему уравнений, которая называется задача рюкзаке. Ну, вот первые там N уравнения, они просто означают, что X, Y, это нули, единички. А дальше у нас имеется единственное линейное уравнение. Почему рюкзак? Ну, потому что вот пусть у нас есть рюкзак, какой-то рюкзак емкости C, и у нас есть какие-то предметы. Ну, не знаю, там объемов, там весов, не важно, там, C1, Cn. И ноль означает, что мы предмет не кладем в рюкзак, а единственное, что кладем. Мы хотим, спрашиваем, можно ли его так полностью набить? Вот эта задача, эта задача рюкзаки, она тоже называется NPP-полная. То есть, если бы она лежала в F, это просто равносильно тому, что P равно NPP. Таких задач, NPP-полных, их сейчас известно, там, не знаю, десятки тысяч. И вот они все эквивалентны между собой, и эквиваленты тому, то, что принадлежит к классу P, эквивалентно тому, что P равно NPP. Вот, собственно, PNPP-проблема, как бы, и как она лежит в контексте систем полинемиальных уравнений. Следующая задача, о которой я поговорю немножко, это такое обобщение решения систем уравнений. Это то, что называется элиминация квантеров в теории алгебраически замкнутых полей. Вот пусть у нас есть такая формула с квантерами устрашающего вида. Значит, вот тут какие-то существования идут, потом всеобщности, потом они как-то чередуются, потом опять, может быть, существования. И вот какая-то в конце формула уже бесквантерная. Бесквантерная, то есть какие-то равенства нулю многочленов, может быть, какие-то их бульские комбинации, то есть какие-то дизъюнкции, конъюнкции, отрицания и так далее. Вот пусть есть такая формула. И проблема состоит в том, чтобы нужно найти эквивалентные формулы, которые уже не содержат квантеров. Это тоже называется элиминация квантеров. Такая формула существует, и она, собственно, строится даже согласно теореме Тарква и Зайденберга, такая старинная теорема. Но сложность вот этого доказательства, алгоритма, который можно извлечь из доказательства теоремы Тарква и Зайденберга, она огромная. Поэтому последовательно ее улучшали. Вот, может быть, следующий шаг был сделан Хайнсом. Он построил алгоритм, который имеет сложность двойная экспонента. Мы улучшили эту оценку, значит, мы улучшили просто не то же оценку, а алгоритм другой построили, который еще существенно улучшает. Вот я сейчас попробую это объяснить. Вот, ну, как мы видим, когда у нас есть много блоков, много блоков квантерных, то можно блоки устранять по одному. Вот взяли, вот, например, блок существования, вот взяли, устранили. Значит, уже на один блок меньше, построили эквивалентную формулу и так далее. Вот так мы, когда все блоки устранили, вот у нас получилась элиминация квантера в итоге. И пусть у нас вот есть один блок, тогда в терминах алгебраической геометрии это означает, что мы, у нас есть многообразие, и мы строим его проекцию. То есть, вот пусть там, ну, скажем, формула Q задает какое-то многообразие, вот там V от Q. V от Q, это алгебраическое многообразие, оно в пространстве там N1 плюс N переменных, всех переменных, а мы проектируем вдоль Y. То есть, получаем многообразие, но вообще говоря, не многообразие, а такое конструктивное множество в нмерном пространстве. И вот мы хотим его, вот мы хотим его построить. Вот, собственно, в этом и состоит элиминация квантеров. Ну, и это общая идея вообще вот всех таких алгоритмов, что мы, у нас как бы есть алгоритм решения систем уравнений, которые я до этого рассматривал. Но теперь у нас есть параметры, вот там, вот X это параметры. А мы все равно применяем этот алгоритм, но просто теперь мы смотрим на этот алгоритм как параметрический. Что это означает? Значает, что у нас какие-то происходят вычисления, и вот у нас получилось какое-то выражение от параметров. Допустим, оно равно нулю, или там не равно нулю. И тут зависимости от того, равно или не равно нулю, мы разветвляемся. Вот это такая параметризация происходит. И так мы строим параметрический алгоритм, и так получается алгоритм элиминации квантеров. Ну, и вот у нас получается как бы такое дерево, и в листьях его стоят уже какие-то многообразия, которые отвечают вот этим веточкам вот этого дерева. Ну, и там каждая веточка, она просто соответствует тому, что ответу да или нет, включаем мы вот этот многообразие или не включаем. И проекция W, это получается просто как объединение подходящих веточек вот в конце этого дерева. Вот, собственно, такая идея алгоритма. Ну, и сложность этого алгоритма, она, вот я напоминаю, что сложность алгоритма Хайнса, допустим, была лучше, это двойная экспонента. У нас получается так, что у нас алгоритм получается одинарный экспонент, но она, то есть она зависит так вот, она зависит как двойная экспонента только от а, числа перемен квантеров. То есть, например, число перемен квантеров мало, а так, собственно, во всех разумных таких теоремах математических, то сложность получается относительно небольшая. И, с другой стороны, эта оценка точная, вот в соответствии с примером Хайнса Девенпорта. Сейчас я, может быть, нарисовал тут одну формулу, просто еще на языке элиминации квантеров продемонстрирую, как ПНП-проблема выражается на языке, как она связана с элиминацией квантеров. Вот давайте рассмотрим многообразие вот такое. Ну, вот легко узнать, что это многообразие просто вот всех рюкзаков, вот мы уже видели, что такое рюкзак, вместе с решением. То есть, это всех наборов таких Х-сов и координат рюкзаков, которые дают решение. Это многообразие В. Ну, оно, очевидно, лежит в классе П. Ну, просто вот мы взяли точку, легко проверить, лежит ли эта точка в классе, вот в многообразии В. Просто подставили и сосчитали. А теперь рассмотрим ее проекцию, то есть элиминацию квантеров, проекцию вдоль Х-сов. То есть, это теперь получится множество уже С, таких, что существует Х1, ХН, что вот-вот все это выполнено. Это вот будет проекция W, она уже лежит в НП, и это будет точность задачи рюкзаке. То есть, в точности те параметры рюкзака, которые удовлетворяют там решение. И вот вопрос, да, и вот вопрос, лежит ли она в П. Вот, собственно, вот это равносильно ПНП-проблеме. Это, вот это многообразие, оно лежит в НП. Вообще, может, можно иначе было бы сказать, неформально, что НП это как бы проекция многообразия из П. Вот, вот это как бы еще одна переформировка ПНП-проблемы. Вот, ну, теперь от уравнения перейду к неравенствам. Еще класс задач. Теперь вот мы переходим от, как бы, от комплексного там поля, если угодно, к вещественному. И вот у нас дана система полемиальных неравенств. Теперь решение это уже будут вещественно-алгебраические вектора. И тут теперь надо вот такой технический момент, что, когда мы говорили о комплексных числах, в комплексных числах мы не различали элементы из класса сопряженности. Просто это были корни, ну, корни некоторые не приводили в многочлены. И это по существу, их нельзя различать. Это вот некая есть логическая точная теорема на этот счет. А в вещественном случае это не так. И в вещественном случае можно вот специфицировать корни, а именно вот указать там какой-то минимальный многочлен, а также интервал такой, что он содержит единственный вот корень. Вот, поэтому тут как бы будут дополнительные, вот алгоритм содержит дополнительные данные. Он помимо класса сопряженности, то есть помимо какого-то минимального многочленного, он еще содержит какие-то интервалы, которые содержат единственный корень в данном классе сопряженности. Вот, и что делает алгоритм? Значит, вот мы построили алгоритм, который, ну вот, он решает систему уравнений. То есть система неравенств, то есть он выдает, то есть он по системе неравенств говорит, что да, у нее есть решение или нет решений. А если есть решение, он, ну, например, выдает одно из таких решений. На самом деле он делает больше, он там выдает то, что называется, сэмпл, ну, такие образцы как бы, то есть на каждой компоненте связанности он выдает, по крайней мере, по точке. На самом деле он выдает решение хотя бы одно, если оно есть. Ну, эта задача, конечно, НП полная, тем более, она более сложная, чем система уравнений, поэтому она тем более НП полная задача. Ну, вот мы, тем не менее, построили алгоритм, который работает в субэкспоненциальное время, то есть он очень близок к полиномиальному, но все-таки он, ну, конечно, не полиномиальный, по сути, задачи НП полные. Ну, вообще, с неравенствами тут довольно ситуация, ну, вот, пожалуйста, вот еще наш результат с пасечником. Если у нас есть немного, это, кстати, между прочим, в теории оптимизации, эта задача пришла из теории оптимизации, вот, есть несколько квадратичных неравенств. Вот, даже вот, даже два неравенства уже нетривиальная задача. И вот мы хотим там оптимизировать, опять же, какой-то квадратичный гащен на них. Вот. Вот. И эта задача решается в полиномиальное время, на удивление. То есть, когда имеется фиксированное число квадратичных неравенств, задача вот полиномиальная. В то же время, это очень близко, это прямо на границе НП полных задач, потому что, если взять систему из одной кубики, то есть, неравенства третьей степени, и одного линейного неравенства, задача уже будет НП полная. Уже полиномиальный алгоритм не получится. Так, ну вот, про бесконечно малое я пропущу. Теперь точно так же идет параллельная теория алгоритмов для вещественной ситуации, как и в комплексной. Опять же, у нас формула аналогичная имеется с квантерами, как и в комплексном случае. И точно так же, не точно так же, аналогично имеется алгоритм Тарфского, который устраняет квантеры. Был известен алгоритм Коллинза со словностью двойная экспонента. Я, кстати, не сказал ни разу, что двойная экспонента, это итерация двух экспонентов просто. Вот, это очень такая сложность, конечно, далека от эффективной. Потом она улучшалась. И вот мы предложили алгоритм, который имеет сложность, вот так же, как и в комплексном случае, он имеет хорошую зависимость от числа перемен квантеров. То есть число перемен квантеров маленькое, то алгоритм будет близок к полиномиальному. Ну, опять же, аналогично комплектной ситуации. В комплекте ситуации мы умели как строить неприводимые компоненты. Здесь аналогом неприводимых компонентов служат компоненты связности. Вот здесь уже они будут не пересекаться, в отличие от неприводимых компонентов. Ну и вот у нас был алгоритм, который их строит. Вообще, надо сказать, что здесь вот в этой области есть алгоритм Коллинза, который строит то, что называется цилиндрическую алгебраическую декомпозицию, вообще произвольного алгебраического множества. Это очень такой, опять же, универсальный, мощный инструмент. То есть он строит, на самом деле, клеточное разбиение. Такое, то, что называется, топология. И из этого клеточного разбиения, конечно, как топология, можно, например, развлечь там ранги гомологических групп, то есть числа Бетти. Но алгоритм Коллинза, он имеет сложность двойная экспонента. То, что мы сделали вот с Воробьевым, это мы построили алгоритм, который находит компоненты связности с экспоненциальной сложностью, что, конечно, гораздо лучше. Но мы не умеем строить, находить топологическую структуру. И это открытый вопрос. То есть вот открытый вопрос, вот можно ли находить хотя бы с экспоненциальной сложностью числа Бетти. Числа Бетти, вот полулгебраического множества. Очень красивый вопрос. Это, ну, это немножко так в сторону. Это связано, вот в топологии есть такой универсальный инструмент для вычисления, там, в частности, групп Бетти или общеклеточного комплекса, это теория Морса. И теория Морса почти вся работает, кроме одного момента, который в топологии тривиален, а в сложности он как раз крушил. Ну, такой фундаментальный, как бы, как сказать, не знаю, по-русски. А? Критический. О, точно, хорошее слово. Вот, теперь, далее. Скажу немножко о нульшталензаце. Что такое сложность нульшталензаце? Ну, напомню, значит, нульшталензаце, она говорит о том, что, я уже говорил сегодня, кстати, что система не имеет решения там над карманным комплексным полем в том и таком случае, если идеал не содержит единицу. Ну, и вот, собственно, то, что называется эффективное нульшталензаце, это, вот мы спрашиваем, да, хорошо, мы хотим единицу представить как комбинацию в этом идеале. То есть, найти такие многочлены H, которые вот дают эту комбинацию из единицы. Ну, и вот довольно много занимались оценкой вот этого H. И первая, это была ученица Гильберта Грета Херман в 26-м году, вот она получила двойную экспоненту. Потом так потихонечку это, ну, исходное доказательство Гильберта, оно, как известно, было неконструктивно. Там было даже такое высказание, что это не математика, а теология, по-моему, Гордона. Да, и позже, задача, действительно, это очень тонкая оценки, вот, в теореме нульшталензац, и она последовательно улучшалась, и была получена, в конце концов, точная оценка DEF степени N. Вот сравните с DEF степени, ну, двойной экспонентой просто. Это действительно очень тонкая оценка. Элементарного доказательства по-прежнему нет. Это то, что, вот, вот эта оценка называется там эффективной, наверное, нольшталензацией. Оно либо использует какой-то дикий комплексный анализ, как у Браунелла, либо какие-то вот, там, не знаю, гомологии, там, и черти что там. Что-нибудь такое, элементарного нет доказательства. Если сравнить, вот, ну, как можно вообще, вот, иначе посмотреть на нольшталензации. Это проблема принадлежности единицы к идеалу. Единицы. А если мы посмотрим на проблему принадлежности произвольного многочлена к идеалу, то здесь точная оценка двойной экспонента. Это вот все тот же пример Майера-Мейера. То есть принадлежность единицы – это вот экспонента, а произвольного элемента – это двойная экспонента. Ну, теперь несколько слов о том, что, ну, вот, если сравнить, поскольку мы все время ведем параллельно теорию вещественного и комплекса, вот, то есть в общественной теории есть аналог нольшталензации, то, что называется позитившталензаз. Он гораздо менее известен, чем нольшталензаз. Он вот чем состоит. Но это кратко, может, сформулирую. Значит, вместо идеала нужно строить конус. Что такое конус? Вот у нас есть какие-то многочлены. И что такое конус ими порожденный? Значит, разрешается складывать, разрешается умножать и разрешается добавлять квадрат вообще любого элемента, вот просто любого, независимо от того, что уже есть. Это конус. Ну и вот в чем состоит позитившталензаз? В том, что система не раз не имеет решения в том случае, если минус единиц принадлежит конусу. Ну это такое обобщение 17, то, что называется 17, программа Гильберта, которая Артина была решена. Вот. Ну, к соролению, в отличие от нольшталензаз, никаких вообще оценок нету для позитившталензаз. Потому что доказательства позитившталензаз, они все-таки теоретически модельные. Так, ну теперь, может быть, упомяну еще просто про сложность разрешения особенностей. Что такое разрешение особенностей? Вот у нас пусть есть многообразие, только для нулевой катеристики что-то известно, вот характеристики ноль. Многообразие, гладкое многообразие называется разрешением особенностей, если у них совпадают размерности и существует такой пиаморфизм у на в, гладкого на в, такое, что оно является локальным изоморфизмом в окрестности любой гладкой точки в. Вот знаменитая работа Хиранако, она стоит в том, что он построил алгоритм для разрешения особенностей, для произвольного многообразия в. Нулевые катеристики, например, не нулевой, это открытая проблема. И алгоритм сложный, и особенно сложное доказательство корректности этого алгоритма. То есть алгоритм там сам занимает, ну, уже 5 страниц, еще страниц 200 занимает доказательство корректности. Вот, ну вот я попытаюсь сейчас определить сложность этого алгоритма. Тоже, между прочим, много лет никто не мог оценить его сложность. Вот что-то мы сделали, и вот сейчас попробую это хотя бы сформулировать. Вот я опишу, что такое иерархия Кжигорчика примитивно-рекурсивных функций по индукции. Вот Е0, это Е1, Е0, Е1 и так далее, такие иерархии возрастающие. Значит, Е0 – это функции просто сдвиги на константу. Е1 – это линейные функции содержат. Е2 содержит все полиномы. Классы все замкнуты относительно композиции. Теперь шаг индукции. Если у нас вот функции какие-то H, G и F, нет, H и G принадлежат классу К, то мы можем делать скачок к классу К плюс 1 вот каким образом, с помощью рекурсии. Примитивной рекурсии. Вот так получаем следующий класс К плюс 1. Ну, для примера, Е3-класс содержит все башни из экспонент. Любые башни, любые итерации из экспонент. Но Е4 уже трудно представить. Ну и так далее. Наш результат состоит в том, что сложность алгоритма Хиронаки, а все последующие алгоритмы так или иначе его вариацией были, если размерность многообразия M, то сложность алгоритма – это класс M плюс 3. В общем, колоссальная сложность. Так, значит, дальше я пропущу, чтобы за сус времени уже мало, все, что касается сложности в дифференциальных уравнении, я просто пропущу и перейду. Собственно, на этом я заканчиваю с символи вычислениями, как я говорил. Это вот был огромный кусок, он действительно занимает там, может быть, 99% всех работ в алгоритмах по алгебраических символи вычисления. Но все-таки есть еще там, помимо символи вычислений, вот вычисления, приближенные вычисления, численные вычисления. Ну, я тоже много здесь говорить не буду, здесь один вопрос такой основной, о котором я скажу два результата, это вопрос о соотношении приближения и сложности. Ну, очевидно, что чем лучше мы хотим приближения, тем больше нужно за это платить, тем выше сложность. Ну, и вот этот тезис я попытаюсь обосновать двумя результатами. То, что в этом направлении была знаменита теорема Леувилле об аппроксимации алгебраических чисел, как раз вот в этом духе. Если вот есть пара алгебраических чисел различных, они являются корнями каких-то полиномов, F и G, степеней непревосходящих N, тогда можно оценить между ними разность через параметры, ну вот, собственно, через параметры вот этих многочленов, там, степени и вот размер коэффициентов. Ну, понятна интерпретация этого в терминах приближений, что если мы хотим приблизить, то нам нужно действительно брать все более и более сложные многочлены для приближения там данного алгебраического числа. Ну, и вопрос возникает, можно ли этот феномен обобщить на, это такое действительно соотношение между приближением и сложностью, то есть лучше приближение, больше сложности и так далее, да. И вот оказывается, что, вот я просто сейчас опишу два конкретных класса дифференциальных уравнений, для которых, да, вот такой феномен имеет место, вот точные теоремы. А вот вне этих классов, вот есть контрпример, что этот феномен проваливается, значит, вот веду одно обозначение, вот так, expn, и я обозначу просто итерацию n раз экспоненты экспоненциальной функции. Итак, я описываю первый класс. Первый класс, это будет такая как бы итерация решений линейных обыкновенных дифференциальных уравнений. Ну, вот предположим, что у нас как бы есть такая странная машинка, очень сильная такая машинка, которая умеет решать любые линейные дифференциальные уравнения. Вот, а также еще даются арифметические операции бесплатные. Вот мы хотим оценить, как можно, как устроены аппроксимации. Вот такая, как бы, вот такая, значит, теорема. Вот пусть есть две функции, которые получаются, каждый из которых у и в, каждый из которых получается применение вот этого устройства сильного n раз, и пусть они разные. Тогда вот они отделены. Отделены вот такой итерацией экспонента n раз, где вот этот значок, он означает вот это отношение. Оно означает, что вот это неравенство, оно проваливается, оно на вещественной оси, но оно проваливается на конечной мере, вне конечной меры, но справедливо. Это первый класс был, и второй класс – это класс фафовых функций. Теперь у нас есть, как бы, другая машинка. Вот у нас была машинка до этого, которая умела решать произвольные обыкновенные линейные уравнения, а теперь у нас есть машина, которая умеет решать нелинейные обыкновенные уравнения. Первого порядка. И вот такая итерация – это то, что называется фафовая функция. Вот у нас так строится такая фафовая цепочка, иначе говоря. Вот пусть n – это длина фафовой цепочки, и вот тогда такая теорема верна. Пусть есть две функции фафовые, разные, и тогда они отличаются, да, обе получаются фафовыми цепочками длины n, вот тогда они отличаются, опять же, на такую итерацию экспоненты n раз, начиная с некоторого места. Там не может быть колебаний у фафовой функции. Вот, и теперь я, наконец, о последней скажу вот такой действительно совсем экзотической модели вычислений – черно-ящичной. Черные ящики, ну, это такая модель, вот хорошо, иначе она называется оракульная. Вот представьте, что у нас помимо вот такого обычного вычисления, у нас еще встроены какие-то черные ящики вычисления. То есть мы можем что-то его спросить, дать на вход ему что-то, и он что-то даст на выходе. Вот, это действительно что-то промежуточное между символами и численными вычислениями. И вот здесь я просто приведу тоже результат, который, задачка тоже называется интерполяция черного ящика. То есть вот у нас есть черный ящик, какой-то, который вычисляет, вообще говоря, неизвестную функцию, и мы хотим ее найти. Но в такой обстановке, конечно, ничего сделать нельзя, поэтому все-таки надо что-то предположить. Мы предположим, что этот черный ящик вычисляет поленом от N переменных, у которого S маномов. Тогда он называется S разреженным, такой многочлен. Но степень его неизвестна. Вот это такой принципиальный момент, что степень неизвестна, вот известно только два числа, N и S. Число переменных и число маномов. Ну и вот был такой, да, в характеристике 0, в поле в характеристике 0 был алгоритм бинора Тивари, который восстанавливал многочлен, тем не менее, вот несмотря на то, что степень неизвестна, с поленомиальной сложности. Более того, это алгоритм использовал всего, там два, это довольно точное, такое точное число, два умножить на S, обращение к черному ящику. Два S плюс один. Вот, здесь, ну здесь надо лучше сказать, оговорить, что до этого мы всегда говорили, что в самом начале я сказал, что сложность измеряется как функция от размера входа, в черных ящичных вычтениях, конечно, ее надо измерять как сложность от размера выхода, потому что выход черного ящика может быть огромный, и мы его априори не знаем. Ну и поэтому алгоритм, вот то, что называется, должен быть каком-то, желательно, чтобы он был то, что называется честным, полностью, это означает, что он тратит времени не намного больше, чем размер выхода. То есть это как бы такой алгоритм, который почти все время что-то печатает, он почти ничего не думает. Ну вот, ну, далее для ситуации, когда над конечным полем мы тоже построили алгоритм полемиальной сложности, который восстанавливает черный ящик. Но потом это было дальше обобщено на рациональные функции. Здесь есть такой забавный эффект, что для рациональных функций, это, между прочим, от сейчас, немножко в стороне, да сейчас в связи с этими, ой, как называется, кто-же Серёжа Фомин занимается алгеброй эти? Кластерный. Кластерный, вот-вот, кластерный алгебр, и кластерными алгебрами к этому сейчас интерес снова возник. Ну вот у нас есть рациональные функции, бывает, то есть, вот у нас есть, например, многочлен, вот он так записывается, вроде как, длинно, а вот как рациональная функция записывается коротко. И вот сейчас в этом интерес снова возник, но это действительно в стороне от того, что я сегодня рассказываю. Ну вот, в частности, ну, вот мы решили задачу интерполяции черного ящика рациональной функции. То есть, дан теперь черный ящик, который считает рациональную функцию, и у него есть некое представление, которое спас, то есть, вот, оно, вообще говоря, может быть сократимое. То есть, вот, g делить на f, считатели и знаменатели могут иметь общий множитель, как вот, кстати, в этом примере. Ну вот, тем не менее, мы можем такое какое-то очень короткое представление восстановить. Ну далее, там, вообще лимоналгебраические функции. Ну и вот последнее, что я уж совсем скажу, это такая постановка, которая тоже имеет, между прочим, отношение к ВНП-проблеме. Это вычисление по сравнению с тестами. Вот, хорошо, вот мы хотим вычислить функцию g какую-то. Вообще говоря, это может быть какая-то сложная функция. Например, это может быть g, это может быть функция решения НП-проблемы. Ну пусть у нас, да, вот пусть g это решение НП-проблемы. То есть, x это какой-то вход НП-проблемы, а g от x это какое-то ее решение. Ну, например, x это какое-то систему уравнений, а g это многозначная функция, вообще говоря, какое-то ее решение. Вообще говоря, трудно вычислить. Но с другой стороны, тест состоит в том, что, а теперь у нас Y, наоборот, дан, Y дан, и мы спрашиваем, а верно ли, что Y является решением. Ну и вот, конечно, для NP-полных задач это легко проверить, как здесь. То есть у нас X даны, ну так что ж, вот взяли и проверили. Поэтому тесты, вообще говоря, бывают ситуации, что они проще, и вот как вот в NP-проблемах, гипотетически, они проще, чем вычисление функции. И вот просто было, я приведу два результат на эту тему. Вот один результат связан с умножением матриц Фрейвелда. Ну, вообще говоря, трудно, ну, как мы видели, задача умножения матриц, она неизвестна, линейна она или нет, сложность ее. А вот теперь пусть у нас такая задача странная. У нас, наверное, тройка матриц, A, B и C, и мы спрашиваем, ага, а верно ли, что A равно B умножить на C? Ну, так вот, есть очень простая вероятность с алгоритмом. Ну, возьмите случайный вектор V, посчитайте C умножить на V, а затем посчитайте, получите W, посчитайте B умножить на W и U, а с другой стороны, посчитайте A умножить на V и сравните. Если совпадает, ну, слава богу, значит, скорее всего, они и совпадают, большой вероятностью. Ну, сложность этого алгоритма N квадрат, то есть линейная, а в то время как сложность умножения матрицы, она, вообще говоря, скорее всего, нелинейно верится. Вот. И вот это один пример. А второй пример, он связан с умножением чисел. Ну, вот самая лучшая оценка для умножения чисел, сложность умножения чисел, она вот недавно была улучшена, кстати. Была вот классическая оценка Шанхаги-Стратсена, основная преобразованием Фурье, она была чуть-чуть похуже. Вот N умножить на логарифм N и на двойной логарифм. А вот фюрер, он улучшил ее до N на логарифм N и вот на функцию, ну, которая, ну, очень медленно растущая. Вот лок со звездочкой – это такая функция, которая обратна к функции M, переходящая в итерацию экспонента M раз. Ну, это вообще может стать что-то константа. Вот. Так что, да, ну, такая, да, ну, не увидите вы, где она не константа. И вот мы придумали такой тест, опять же, вероятностный, для умножения чисел. Это, кстати, история была довольно странная. Ко мне обратились люди из Intel, а они вот, ну, реально, вот там у них чипы есть, ну, которые, как бы, ну, например, умножают числа. Им нужно тестировать эти чипы. И желательно что-то делать быстрее, чем умножать. Все-таки умножать чуть-чуть дольше, а вот нужно тестировать. Ну, и вот тесты, вероятность, конечно, годятся. Ну, вот такой тест мы придумали, который работает быстрее. Ну, вот видите, вот логарифм заменяется в умножении, заменяется в тесте на двойной логарифм. Вот какое-то улучшение. Ну, все более-менее. Спасибо. Вопросы? Вопросы? Скажите, вы говорили про классы многообразий ПНП виборических, но насколько я понимаю, чтобы это как-то определить надо, то есть, нельзя брать обычное виборическое многообразие, потому что надо брать бесконечное число переменов? Можно, можно, нет, нет, это есть даже вот смейл, у него такая даже есть смейл, шуб там, есть такая довольно корректно строенная теория, как определить, что такое вот класс ПНП, такой алгебраический аналог, в алгебраическом многообразии там все чисто, есть полностью алгебраический аналог, более того, есть аналог любого поля классов ПНП, и вот аналогичная проблема. Поэтому есть, например, комплексный вопрос. Вот то, что мы обсуждали, это, если угодно, этот вопрос для конечных полей, или то же самое для поля из двух элементов, это равносильно. Есть ли вещественное, есть ли вещественное, есть ли вещественное, любое поле, есть там для каких-то угодно. Еще вопрос. А как вы сами как думаете, какая должна быть возможность у разрешения особенностей? У разрешения особенностей? Ой, не знаю, боюсь сказать, боюсь сказать. Не вижу, как лучше это сделать, действительно. А оценки снизу нет? Снизу нет. Вот любопытно было бы, кстати, примеры какие-то построить, когда и снизу высокая. Там даже можно говорить не про сложность алгоритмов, а просто доказать, например, что разрешающее многообразие имеет, ну, например, заведомо высокую степень. Что-нибудь такого типа. Или лежит там в каком-то огромном проективном пространстве. Что-нибудь такого типа наверняка можно было бы показать. По-моему, никто серьезно не занимался этим. Очень любопытно. Практика вычислений показывает, что очень низкие должны быть эти оценки, потому что конечное количество сигма-процессов от разрешения таких элементарных. И, как правило, все заканчивается довольно быстро. Это верно. Нет. Ну, как всегда, как с Байсами Грёбнера, ну, вот в таком исполнении. Как всегда. Примеры экзотические. Конечно, я думаю, есть. Вот отвечая на предыдущий вопрос, что тоже называется сложность в худшем случае будет очень плохая. Но, так сказать, в среднем, вот, ну, все будет хорошо. В среднем, наверное, но, тем не менее, было бы интересно посмотреть на примеры. Но сделано в среднем абсолютно точной установкой? Нет. Более того, я вот спрашиваю всех. Ну, никто, опять же, не сделал. Какова сложность в среднем? Даже, даже Байсов Грёбнера. Даже это никто не может ответить. Есть задачи где-то известные. Есть линии программирования, да, я знаю, да. – Дима, по поводу Байсов Грёбнера, здесь даже постановка – непонятно, что такое случайный идеал, что значит сложность в среднем? Ну, я понимаю. Ну, хорошо. Ну, хотя бы что над конечными полями? – Ну, нет. Ну, нет. Ну, я понимаю. Ну, хотя бы в первом приближении ограничить, фиксировать степень, число переменных, ну, хотя бы так. Это будет, может быть, ты будешь ругаться, ну, хотя бы, хоть как-то. Ну, никто ничего не… Хотя там-то я уверен, что ответ очень хороший. И нужно взять обычный алгоритм Дюбек какой-нибудь, и просто посмотреть, что на самом деле вот эти, как он там обрезает вот эти брёвна, там всё будет хорошо в среднем. Никто даже этого не сделает. Никто ничего не делает. – А что сложно? – Все спрашивают, спрашивают. Вот, молодой человек, возьмите это и сделайте. – С чем спрашивать? – Простые, что нового? – А ничего. – А ничего. – А что там может быть нового? – Все как было? – Все как было, так и есть. Вообще сложности вот давно прогрессу нет. Я что-то рассказывал, прогрессу-то давно нету. Могу через 10 лет, я то же сам рассказываю, заживу. – А? – Сыновничий, хватает, послушать, что я поздравляю. – А? – Сыновничий, хватает, послушайте. – Сыновничий, хватает, послушайте. – А? – На своей машине-супер-AVM. – – А… – …вас такой дисклей. – Все вопросы, высказывания, решения отских проблем. Нет, я поставил много, так что поле деятельности есть.